привет меня зовут рома я супервайзер курса game chef и в рамках разбора полетов небольшое ревью на твои анимации начнем с бега все хорошо мне нравится за исключением может быть характера бега так вот тут наверно будет больше понятно я имею ввиду про то как он двигает руками есть ощущение что он как будто загребает ими и я бы наверное первое что исправил для себя это как раз таки вот этот характер движения рук сделал более классический вариант потому что анимация смотрится прикольно и она такая уходит в реализм на то есть тут никакой казуальности если мы рассматриваем это с точки зрения геймдево да ну и даже если мы рассматриваем просто классическую 3d жку вот узелина это тоже видно то есть слишком большие наверное траектории слишком большие арки если мы будем трекать по запястью установим арк трекер до мошен трейл и вот это движение рукой она загребающая но я думаю ты уже поняла потом давай посмотрим вот тут видно следующее что я бы исправил так давай вернемся к первому первое это больше вкусовщина это это не как правильно сказать это не ошибка дает это не то что нужно править это то что я бы для себя поправил то есть вот я открыл бег и мне бросилась в глаза вот эта штука вот если уже обращать внимание на боди мех то вот с этого вида я бы поправил бы я бы добавил бы немного мягкости в корпус и вот если отслеживать шея и голова грудь шея и голова то они жестковат есть ощущение что как будто его привязали к палки до спине и он не он не может то есть он ограничен в движении спины вот я бы добавил небольшой шей на голову он здесь есть я его вижу но он немножко не дотягивает то есть я бы отслеживал по подбородку сюда прицепил локатор и отслеживал либо по затылку небольшие такие шейки на то как он приземляется ногами ну и в целом на амплитуду вверх вниз шейки я имею ввиду небольшие оверлапы шейками это наверно неправильно будет назвать и также возможно на вот эту амплитуду в момент отталкивания я бы его немножко в спине разгибал чуть-чуть то есть на пояснице тире грудная клетка да немножко разгибал то есть он как бы выпрыгивает вверх и тянется вот и потом с небольшим оверлапом тире а все там на приземление там пару кадров там дать а все-то я бы его сгибал спине то есть такой squash stretch но это нужно сделать небольшую амплитуду легкое движение чтобы просто в целом ощущали да но она не бросалась в глаза чтобы он у нас не был разболтан в спине у тебя все-таки анимация реалистичная по стилистике уходит больше в реализм мне нравится как ты почистила проработала ноги то есть вот и если отслеживать по сгибу бедро голень да вот или поставить локатор на колено то вот в этом месте у тебя довольно чисто получилось вот это движение носа по на такое самое сложное и ребята новички они спотыкаются на этом и вот здесь у тебя прикольно проработал момент с линиями сгиба да то есть не только можно отслеживать локатор дать здесь на предмет на каких-то движков а еще как линии сгиба перетекают друг в друга и здесь у тебя все довольно таки хорошо кива рассказал то есть нету каких-то обратных движений то есть у тебя нога разбивается его здесь этот момент контакта у тебя идет плавный сгиб плавный разгиб плавный разгиб и плавный сгиб вот то есть но колено никуда не дергается это хорошо забегу вперед на походке есть небольшое небольшой артефакт в этом плане потом откроем походку я тебе покажу и ты поймешь в чем делаешь тут вперед немножко забежал вот и также если отследить по шее то видно это вот резкое качение то есть вот здесь он тебя в корпусе разгибается да то есть про то что я говорю ранее чтобы я сделал с грудой клеткой дать чуть-чуть его сквош встречку добавил и вот тут он у тебя в спине как раз таки разгибается но он разгибается в районе рута есть ощущение что работает только один control и если ты добавишь еще один разгиб на грудной клетке как я ранее сказал будет помягче и последи за мощным трейлом на шее чтобы он какой-то либо момент смены цикла да ну конец и начало цикла либо где-то посиди не могу сейчас точно сказать когда смотришь покадрово этого незаметно но когда запускаешь видно что немножко подрыгивается возможно если ты добавишь шоверлап на шею на голову как я вначале тоже сказал то это как раз таки и исправить ситуацию но тоже посреди за этим повнимательнее потом давай еще по ногам немножко пробежимся вот здесь в момент отрыва то есть вот в пятом кадре я бы еще носочек слайдил бы по полу и ногу в этом месте держал немножко разогнутой чтобы добавить больше эффекта вот этой пружины при отталкивании сейчас есть ощущение из-за этого что он как будто бы прибит чуть-чуть к пространству да и недостаточно амплитуды вверх вниз но это не из-за того что нужно увеличивать на руке амплитуду это как раз таки палец из-за того что мы ногу раньше времени начинаем сгибать и не даем ей не даем ей выплеснуть всю энергию которую мы накопили на фазе проноса чтобы оттолкнуться на то есть чтобы мы включили мышцы на бедрах и вот оттолкнулись вот если будет понятно другими словами просто да если не анализ если не анализировать зачем это делать то просто немного смягчить траекторию отрыва ноги и раньше времени ее не отрывать и естественно следующий кадр и немножко по усреднять ее чтобы не было резкого спейса вначале все хорошо тут ноги как я уже сказал мне нравится как они себя ведут так в целом наверное по походке все это такое довольно таки больше пиксельфальтинг а еще вот уменьшить эффект вот этого загребания также можно за счет уменьшения амплитуды на плечевом поясе чтобы он так не работал и не то есть не масло да как у песка еще чем то есть такое ощущение вот у нас слишком большая амплитуда на плечевом поясе и слишком маленькая на бедра лучше добавь немного ему амплитуда вот просто прям мировом отображение манипулятор да то есть есть локал есть гимбал я про рота и ты и есть город и вот прям мировом отдельно на слое можно ему добавить вот эти вот амплитуды влево вправо мы когда то есть но представь как как ходит какой-нибудь там ведь не знаю матча фильме там либо мультики он так ну плечами и стороны в сторону а делай то есть он не вперед назад она больше так и стороны в сторону вот немножко просто наслоить вот этого движения тоже это должно быть легкая и уменьшить амплитуду вот вперед назад вот это вот туда сюда можно так еще попробовать дальше давай перейдем к походке у походки чем бросилось в глаза первое что это здесь тянется текстура на животе вот грудная клетка и бедра да вот это вот место слишком тянется текстура как не она не то что тянется она просто на себя вызывает внимание есть ощущение что как будто здесь у него нет позвоночника и его типа просто как пружинка такая я бы убавил бы наверное бедра надо посмотреть или просто не хватает контролов вот здесь может эта проблема в риге даже то есть тут уже надо смотреть тебе конкретно в майке если от этого можно избавиться то я бы начал бы с этого просто это бросается в глаза но я не скажу что амплитуды по плечевому поясу да вот если по плечам смотреть или смотреть по бедрам они как-то режут глаз то есть мне все нравится в целом меня к походке вообще меньше всего претензий даже не не то что не претензий а меньше всего нюансов которые можно поправить походка мне нравится мне нравится поза но она не не подходит по характеру этому герою человеку пауку потому что мы все плюс-минус понимаем его характер да здесь больше похоже на какого-то там халка да но если раздуть его до этих объемов но такой злой мужик человек он более такой легкомыслен но это не об этом на то есть я сейчас я сейчас не смотрю на персонажа по внешности и на его характер вот я это небольшое отступление было в целом мне сам характер походки нравится если перенести его на другого перса которому по внешности эта походка будет подходить мне нравится вот не просто резонула глаз это так давай немножко поболтаем условно поболтаем немножко резонула глаз на то что она просто не подходит человеку пауку можешь это дальнейшем просто взять во внимание чтобы допустим показать характер какого-то известного героя да то на вот этот нюанс можно обращать внимание или ты хочешь в целом показать характер перса к миру это какой-нибудь здоровый корк да и вот как раз таки ему такая походка подошла бы но если это уже персонаж с характером то есть это не ноунейм то тут будет выигрыш не именно показывать тот характер который в него уже заложили создатели в данном случае этого герой с комиксом вот это небольшое отступление это не это не правка это просто как такое небольшое совет на будущее что я бы к чему я могу прицепиться здесь да это вот то что я у тебя сказал по ногам если опять же отслеживать сгибы я обычно отслеживаю сгибы бедро боли на бедро и вот эту часть икры или икры икры вот и в то же время отслеживаю какую-нибудь там точку на коленке и вот если отследить сгиб-разгиб то мы ее здесь разгибаем не правду эту ногу разгибаем 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 потом хоп сгибаем и потом опять разгибаем в руку вроде бы как бы ничего страшного да но это такой больше пиксельфакинг можно же этим не заморачиваться просто также возьми во внимание но если мы отследим коленку то она у нас идет вперед 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 назад 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 потом пару кадров она идет вперед но если прям сильно приблизить а глобально она немножко замирает да вот и потом опять идет назад то есть в твоем случае это еще сделано плавно то есть я бы вообще не прикапывался к этому вот но как я уже сказал если на будущее взять внимание то можно это прям до полишить там это прям какой-то polish плюс и вот этот момент сделать таким чтобы у нас вот этот сгиб он был да я попробую объяснить чтобы тебе понятно было что так на картинке это не ну на видео это не сложновато будет объяснить но я думаю если поймешь чтобы итог чтобы вот этот сгиб он он был но коленка не уходила то есть если она идет ну назад то есть она уже взяла свою траекторию вот вот с этого кадра она с 12 кадра она взяла свою траекторию назад и чтобы она шла назад но при этом у нас был сгиб то есть тут нужно просто стопу чуть быстрее фазе проноса двигать вот и может быть немножко еще тазом почему то есть тут нужно просто несколько факторов вместе соединить чтобы не было у нас это вот на пару кадров такого дружка но как я уже сказал еще раз можешь даже по этому поводу не заморачиваться у тебя сделано все плавно и это не бросается в глаза я просто по кадрово прошелкал видео и просто бросилась в глаза о чем можно сказать в остальном мне все нравится здесь давай дальше так это получается такой больше геймплейный даже не цикла геймплейная анимация стыковочная например из айдла либо из какого-то разворота мы садимся в атаку да то есть это такая цикл хода в атаку я так сказал нужно смотреть в целом чтобы более подробно прокомментировать именно разворот вот этот я здесь больше по боди меху тебе надо скажу по таймингом вроде все хорошо не вроде а в целом все хорошо как он садится по боди меху есть нюансы основной это так честно ноги это вот основное это мы теряем вес из этой позы мы делаем подшаг вперед и вот на этом этапе уже 3-5 кадр мы теряем вес то есть есть ощущение что он должен завалиться назад это первое второе вот здесь тоже подшаг он тоже без веса и резко мы садимся здесь мы тоже теряем вес то я бы сделал я бы поставил 10 ногу наверное уже вот пятом кадре я боже сделал бы прям такой плотный контакт на пятку и там за два кадра я бы опустил на полную стопу и после седьмого кадра он бы у меня еще чуть-чуть доехал бы вперед то есть я бы парита имел бы эту анимацию исходя из текущего результата добавил бы кадров и немного еще качнул бы тазом его вперед и сделал такой овершут либо moving hole то есть я бы его привел в позу в балансе в позу равновесия отсюда можно немного раньше пустить ногу то есть у меня таз еще где-то здесь в равновесии нога чуть раньше отходит и уже потом как вы подтаскивает таз то есть за пару там за два три кадра 2-4 кадра дал бы а все то на то чтобы у меня таз как раз таки и догнал по спейсу ногу и в этом кадре в десятом у меня так был бы где-нибудь что вот здесь ну то есть рутовый контрол я по нему ориентироваться либо таз здесь можно сделать чуть больше овершутов на грудь и на голову то есть он достаточно быстро опускается вниз и добавить шейков на то как он останавливается то есть мы довольно таки бодро приземлились на колено и не хватает шейков на реакцию соприкосновения с твердой поверхностью да то есть мы опустились на землю и чуть-чуть как бы чтобы тело встряхнулась всю вторичку можно встряхнуть там руки да все он их на весу держит голова чуть-чуть оружие вот можно немножко это утрировать и побольше частей тела задействовать обращаю внимание на то что если там допустим на руки они встряхнутся от скорее всего посильнее чем грудная клетка потому что она она объемная она чуть потяжелее отыграет вот руки на весу у них еще вес мы их как бы чуть на мы будем напрягать момент вот этого шейка ранее не так сильно отреагирует руки у тебя в целом хорошо отрабатывать я вы просто немножко усилил об этом со спейсом пара поработал чтобы это не так линейно казалось вот невозможно просто тут можно сделать вниз вверх и чуть-чуть еще вниз если она по рукам то есть мы опускаемся у нас уже тело опустилась да мы чуть-чуть вниз чик вверх отработали потом давай по позе а вот здесь мы когда переносим без я буду говорить лево-право относительно экрана мы когда вес переносим влево по экрану вот сюда он как будто упирается в невидимую стенку то есть ему не хватило спейса чтобы еще чуть доехать и потом уже немного вес перенести тут наверное нет не нужно вот вот в эту свою крайнюю точку то есть он рано останавливается здесь тоже он садится я бы все-таки добавил здесь тоже еще небольшое качение вправо по экрану чтобы не казалось что он садится в каком-то в туннеле в трубе и вот он прям ровно сел у него нету никаких амплитуд правую сторону тоже палец вот этот же тоже переход он по корпусу то есть как будто мы работаем одним контролом у нас нету разворота грудной клетки либо она есть но она сделана в одном тайминге с со спиной с поясницей да то есть вот здесь его можно качнуть влево по экрану да и чтобы у нас грудная клетка еще чуть-чуть доезжала вот в этих амплитудах то есть у нас здесь есть небольшой оверлап до третьего кадра у нас линия плеч она немножко будет наклонена вот потом мы вот сюда приходим влево по экрану у нас линия плеч чуть-чуть качнулась то есть тоже есть такой небольшой овершут и это такие тоже маленькие амплитуды они они не должны быть особо заметными сильно то есть они на себя не должны перетягивать внимание здесь когда мы садимся можно немножко дать оверлап на на спину на грудную клетку мы резко вверх пошли и у нас немножко грудная клетка стала запаздывать и потом как раз таки тоже пришла с небольшим опозданием у тебя здесь есть на вот это то что чуть кожица в спине потом чуть разгибается и опять чуть сгибается по самой позе сейчас я найду ракурс чтобы здесь по самой позе здесь тоже немножко спорно надо либо поискать такие позы либо самому попробовать сесть вот именно снять референс и посмотреть как нога здесь тоже идет и здесь есть ощущение что она сломана голеностопе где-то здесь видно было лучше здесь мы садимся если мы берем вот эту позу оставляем ее как финальную то есть ощущение что у нас нога остановилась стопа да она уже никак не шевелится и на остаточные движения она у нас выглядит пластилиновая то есть никак не реагирует на движение колена здесь и и как будто приклеили она должна на ребре немножко как бы это спас ладится пара 3 то есть в целом она не на на не она не должна заканчивать свои движения и все быть полной статикой она немножко должна еще пожить вот в этой позе то есть у нас таз приседает немножко она наклонилась в ту сторону то есть в сторону колена относительно вот этой точки либо на локатор перепечься да контрол от стопы со смещением пивота либо можно вручную в целом доработать иногда бывают контролки я думаю ты в курсе вот потом чуть-чуть мы тазом двигаем у нас шевелится колено но стопа никак не реагирует попробуй даже сесть сама в эту позу и поделать какие-то микро движения тазом но даже просто корпусом пошевелить не обязательно как-то вверх вниз вставать то ты и понаблюдая как у тебя двигается стопа то есть она немножко живет этой позе на не полностью статичная если рассматривать позу здесь то я бы наверное не на бок не на не на не на ребро стопы ногу ставил а на носочек и просто в носочки согнул и на колено присел это будет наверное более выигрышная поза на петке то сейчас точно не могу сказать нужно ресерчить возможно эту позу можно доработать положить на пятку ногу то есть на пятку чуть ниже опустить чтобы избавиться от этого слома и ногу можно немножко отставить назад либо наоборот и и вот здесь меня ничего не смущает в целом так можно сесть возможно стоит наоборот пятку поднять выше и мы не на полном то есть мы не на носочки ровно будем а больше на большом пальце да то есть мы просто ее поднять выше вот сюда вот все то же самое просто пятку мы поднимаем выше и ставим на носочек больше на на носочек вот вот этого ракурса мы будем видеть пятку то есть она будет это вот здесь и колено в таком случае надо будет немножко внутрь и заправлять скорее всего чтобы тоже у нас не был сломан голеностоп так в целом все анимации хорошие обращаю внимание на нюансы с походкой бегом который я тебе сказал больше всего мне понравилась походка она чистая аккуратная она она с характером видно что идет какой-то злой мужик он будет сейчас что-то предпринимать там идет не знаю там с кем-то драться да в таком то есть походка агрессивные вот так скажем это есть характер по этой анимации последить за весом чтобы мы таз сам сам вес персонажа мы переносили корректно и у нас были позы равновесие то есть ключевые позы и позы контакта они были равновесие в равновесии а и вот здесь еще бросилась в глаза у нас ноги параллельно то есть мы делаем вот этот подшаг и у нас ноги параллельно то есть либо может быть ногу я не знаю какое-то за пятки вернемся в начало возможно вот эту позу начальную стоит изменить чтобы у нас это нога стояла немножко вот вот с этого ракурса немножко на нас носком чтобы мы вот в эту позу пришли они не были у нас параллельные сетки координаты вот эта поза она тоже немного проигрыш не смотрится в плане не только веса но и по ногам либо вот эту ногу ставить как-то может быть носком от нас то есть вот текущей камеры плейбласти а потом ее вот здесь доворачивать просто когда мы при когда мы присаживаемся мы можем на пятки то есть немного оторвать носок чуть-чуть прямо совсем и просладить то есть просто провернуть ее в это положение